Здравствуйте, дорогие земляки! Мы находимся в Софрино-1. Сегодня 17 июля. Сюда пришел крестный ход, который носит имя от государя к преподобному. Мы на нашем портале о нем рассказывали. Крестохожцы вышли два дня назад из тайнинки от памятника Николая II. Дошли до Мамонтовки, там переночевали. Мы вчера дошли до Софрино-1, переночевали здесь. И сейчас будет проходить церемония посвящения в крестохожце. Кресты? Да. Несколько лет назад, по-моему, два года назад, здесь был установлен памятник меценатам-общественникам Сергеям Забурнягинам, которые так и называются крестохожцы. В прошлом году я сам принимал участие в крестном ходе. Прошел от Ельдигина до Софрино-1 и прошел церемонию посвящения крестохожца. Те, кто идет крестным ходом, будут проходить через памятник. Разрешите? Разрешите? Благочинные церкви Пушкинского округа. Феофанаршик, отец-феофанаршик. Игумен Феофанаршик, отец-феофанаршик. Здесь. Смотри, моя трансляция уже идет. Спасибо всем, кто присоединился к трансляции. Попрошу поделиться со своими друзьями в своих пабликах. Вот вижу, наша Пушкина к нам здесь присоединилась. чтобы середину крестного хода, мероприятие, самое интересное посвящение христоходцу, видели как можно больше людей. Дорогие друзья! Я, пожалуйста, учусь по программе. Внимательно послушайте. Сергей Заборниягин, организатор крестного хода. У нас сейчас сначала будет небольшой короткий молитв, когда мы помолимся. Потом будет приветственное слово наших гостей, прожождение. После того, как вы пройдете посвящение христоходцы, кто-то это уже проходил, не переживайте, то есть много не будет. Приходите не каждый год, проходите сквозь эти стартные врата, символичные. Значит, после того, как вы прошли, выстраивайтесь. Взять колонну. И после того, когда я начну звонить по короткому, в рейстофорь синих, женский уродный концерок. Ну, тогда дальше по программе, наверное, да? Официант. Дорогие и возлюбленные братья и сестры, дорогие всечестные отцы, сегодня мы совершили утром божественную литургию в стенах храма Дмитрия Донского. Прославили святых царственных мучеников, потому что сегодня их день, их память. В эту ночь царственные мученики засвидетельствовали свою веру в Господа нашего Иисуса Христа через мучения, страдания в Екатеринбурге. И сегодня ночью в Екатеринбурге у храма Спаса на Крови совершалось торжественное богослужение, и затем ночью состоялся крестный ход на Ганину яму, к месту, где были брошены останки царской семьи. И вот сегодня мы здесь, в этом святом храме, соприкасаемся с этой великой нашей, трагичной историей нашей земли, и мы сегодня возносим им свою святую молитву. Мы просим их, чтобы они теперь перед престолом Божиим, за нас с вами, возносили свои молитвы, молились за нашу землю, покрывали своей милостью всех нас. Я хотел бы еще и еще раз всех вас сердечно поздравить с этим праздником, с наступающим праздником в памятью преподобного Сергия Игумена Радонежского и всея России чудотворца, нашего небесного покровителя, который тоже для всех нас очень дорог и близок, хотя отделяет уже много веков от его жизни земной, но все равно он для нас близок, потому что многие люди стремятся к нему, просят его помощи, заступления, и преподобный Сергий своими молитвами очень и очень многим помогает. Я хотел бы сердечно поблагодарить Сергея Викторовича, организатора этого мероприятия, мероприятия, крестного хода. Я хотел бы поблагодарить и представителей палестинского общества, и администрацию нашего городского округа Пушкина за то, что они помогают нам в проведении этого мероприятия. Я благодарю всех, кто сегодня здесь находится, потому что все вы с разных приходов, с разных храмов, с разных городов, но все вы стремитесь совершить этот путь к преподобному Сергию, как в древности совершали наши предки это святое паломничество. Я желаю всем вам действительно Божьей помощи в этом непростом труде, потому что без Божьей помощи мы ничто, мы ничто не можем совершить в своей земной жизни. Если Господь будет с нами, то мы преодолеем эти километры и поклонимся великому угоднику нашей земли русской преподобному Сергию Радонежскому. А сейчас хочу, чтобы все мы вместе вознесли молитвы святым царственным мученикам и преподобному преподобному Сергию Радонежскому. Давайте все помолимся. Пусть святым царственным страстотерцем во умилении сердец помолимся, святый царственным страстотерцем по-веселу Бога. Он святая садмирит за царственные страстотерцы Николая, Александра, Алексия, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Вы союзуем в любви Христовы с визуями, дом ваш, як и малую церковь, благочестно устроили виски и смирением в себе посреди всемного величия украсили виски. В годину же в разноубийственные брани и гонения безбожных по Отечеству нашим все убывание на Бога возложивших. Образ вертения и страдания всей семьи Российской явились все и те и молящиеся в учителях к кревету усы изгнания, глумления, насмея и облагания, убиения и телесно-ругания, мужественные претерпели все. Сагорали от земного царствия к невестному пришли все, и теплые каданты на нас явились и все. О, святые угодницы Божьи, молитесь о нас, Богу, на царях единомыслия и вере и вере соблюдет, страну нашим миром и благодетствием оградит, отметь ее от междуусобной брани и разделения избавит, власть придержащего умудрит, воинству мужеством украсит, народ от разорения сохранит, супруги христианские верности и любви укрепит, чадок благочестия и послушания возрастит, и вся некупна с вами сподобит воспеватель, пречесное и великолепное имя, живоначальные троицы, отца и сына и святаго духа, ныне и пресно и во веки и во веки веку аминь до святого преподобного и богоносному отцу нашему сергию и губен рады не с тобой тебя разве чудо творцу помолимся преподобнее отче нас серги моли Бог за он нас о преподобнее и богоносное отче нас благосердие возле на нас милостивно земли приверженных возведи к высоте небесной укрепи наше малодушие утверди нас вере да несомненно уповаем получите вся благая под благосердие владыки Бога молитвами твоими и спроси предстательством твоим всякий дар всем и кое муж за благопотребен и взяны с поспешистующими твоими молитвами подобив тень страшного суда шуя счастье избавитесь все десны уже страны общники быти и блаженный он и глаз владыки христа услышите приедите благословение отца моего наследуйте уготованное вам царствие от председателю московского областного отделения императорского православного палестинского общества Юрию Петровичу Смирнову именно под эгидой этой организации мы с вами и идем получаем разрешение и согласование Юрий Петрович пожалуйста Дорогой молодыха родные братья и сестры святые отцы от имени председателя императорского областного палестинского общества Степашина Сергея Вадимовича приветствую всех паломников и участников креста хода по маршруту дорога в Лавру за два предыдущих года нашей группы волонтеров накоплен опыт по поддержанию Свято-Троицкой Лавры при поддержке императорским православным палестинским обществом по представлению Сергея Вадимовича Степашина нам получено благословение от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этом году несмотря на сложность условий через пандемию через тем что не разрешали крестные ходы мы отправились в крестный ход по знаменитому пешеходному маршруту и дороге от Москвы в Лавру этот год год назван у нас в памяти великого князя Сергея Александровича первого председателя нашего общества трагически убиенного в 2005 году террориста находясь здесь мы не должны забывать что сегодня ночь состоялась крестный ход от ипатийского дома в Катеринбурге до Ганиной ямы место убиения царской семьи а завтра 18 июля праздник преподобного Сергия Радонежского мы отмечаем гонорщину мученической смерти великой княгинии Гензаветы Федоров дело в том что мы благодарим администрацию Пушкинского районного округа администрацию Сергия Посадского округа за поддержку нашей инициативы несмотря на все трудности особо отмечается план в организации мероприятий Эльтара Оруджева Сергея Забургиякина и местное Сергие Посадское отделение которое сформировано недавно во главе с битвием с Вербием а также представителей АНО Путь Святому Сергию и Роснагроэкспо данное мероприятие несомненно будет способствовать увеличению потока православных паломников и развитию эксклюзионно-туристского отдыха Московской области По нашей инициативе продолжается работа в соответствии с постановлением правительства России от прошлого года по реализации проектов создания нефтомобильной инфраструктуры развития пешеходных велодорог с трагедия туризма Наша взаимодействие с епархией русской православной церкви позволяет активно развивать программы по благотворительности военно-патриотическому воспитанию молодежь в ревле является наша многолетняя работа с министерством обороны в частности парки патриот по подготовке к открытии мемориального комплекса и главного храма вооруженных сил воскресения крестового дорогие мои братья и сестры паломники участники всех трестного года каждый из вас вносит личный вклад в сохранение бесценного духовного наследия в России мне приятно что родители взяли с собой как и прошлые годы детей это будущее нашей великой России это они будут продолжать наши традиции пусть этот праздник останется в памяти и в сердце всех вас так самый яркий торжественный день вашей жизни наша великая Россия никогда не утратит традиции благотворительности и сострадания да пребудет Божие благословения со всеми вами слово предоставляется заместителю председателя императорского православного фальсистского общества Георгия Владимировича Веренича Георгий Владимирович находится в вятке в литой вятке он говорит придай поклон добрым привет всем паломникам пестоходцам личного крестного хода это так и называется арбус золя у нас этот проект очень важен очень он не хочет посчитали не его отечественного взятого он вот так вот легко и лишить больших денег стоит Сергей Викторович знает об этом но сегодня речь не об этом вот лишь на ваш и национальная душа радуется потому что на лицах ваших все написано вот это Божья настоящая благодать ведь известный ход это не испытание на выносливость это никакой не марафон это молитва 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 своих близких родных вспоминания тех кто вернулся и все это укрепляет наше веру сегодня это для нас очень-очень важно это необходимо мы не только мы все с вами переживаем те события которые недавно прошли кстати на округе с собором святой Софии мы сейчас решаем очень важную такую тоже задачу связанную с Александровским там если бы ирушил это буквально 200 метров от храма гроба Господня в Иерусалим и еще вы что правильно понимали наша организация называется Пиартовское Православное Палестинское Общество она объединяет не только одну Палестину она объединяет всю святую землю она объединяет все страны Ближнего Востока где сегодня вот наши братья христиане находятся очень сложно очень тяжело вы в этом отношении его помогали и я еще приехал с одной такой вот почетной миссией вручить по поручению Сергея Вадимовича Степашина наши награды и поздравить новступившим словом предоставляется управляющим делами нашей организации Рио Добрый день дорогие друзья позвольте нам исполнить нашу скромную миссию в присутствии всех вас что особенно почетно и приятно и вручить в первую очередь членские билеты и знаки достойнейшим нашим согражданам которые уже проявили себя между прочим и царская семья когда-то являлась все они являлись членами императорского православного палестинского общества это вот у нас это у нас мобил 2 руководитель а это вот номер 1 но и государь император Николай II его супруга августейши который являлся родной сестрой Елизаветы Петровна также являлись членами сегодня мы принимаем наши ряды Сарабьева Дмитрия это ребята которые взяли основную нагрузку общения с ГИБДД и со всеми службами Пушкин это у нас все хорошо а вот Мутищи и Сергей Масак это Кривичев 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 и Медведев Александр Анатольевич Анатольевич все таки все таки я просто сказал что можно дать я знаю Башковскому областному повезло дважды во-первых у них замечательный подседатель Курлепитович в который очень ему тяжело ходить очень тяжело я знаю он очень тяжело ходит он сумел сегодня на костерях добраться он даже стоять не может сидеть и вторая вот такая золотая отметина это Сергей Викторович наш товарищ настоящий вот знаю какой очень молодой спасибо Дмитрий придется еще раз большое удовольствие вам мы вручаем медаль имени отца основателя русской коллекстины отца архива Андрея Антонина Капу очень почетно спасибо спасибо также награды вручаются протеерея Андрея Дударева отец Андрей ходит с нами с первого года ему доставало больше всех это так отец Евгений да отец Евгений да бессменный наш священник нестокотник спасибо Юрию Владимировичу Хвощев якобы да Мощевский выходи а таки без кого бы нам было трудно визуализовать настроение и Максимов следесна учебу Максим есть здесь нет я считаю что важно поощрять людей все таки да отмечать их заслуги особо я хотел бы конечно поклон нашим священникам потому что вот я помню в прошлом году когда мы шли 42 километра да под проливным дождем я спросил у них что самое тяжелое самое тяжелое это мокрый подвязник на который налипну еще несколько килограммов грязи спасибо Боже Хвощев успехом завершении тестового фото спасибо добрый путь еще раз видите это вот стяг который у нас императорского православа палестинского общества и сама эта скульптура она в том числе на себе имеет знаки императорского православа палестинского общества то есть здесь все связано с мыслами потому что Сергей Александрович как сказали уже был первым председателем этого общества Елиса Федоровна была вторым и учитывая что в мире духовном связано все и когда мы внимательно на него смотрим то мы видим эту взаимосвязь поэтому мы идем под покровительством царственной семьи Сергея Александровича Федоровны и безусловно преподобного Сергия Радонежского наверное многие из вас знаете что Сергей Александрович был рожден по молитвам царственной четы после того когда они совершили поломничество троих Сергиевую лавру и дали обед что если родится мальчик то его назовут Сергия вот так все связано и я хотел бы дать слово заместителю главы округа Ирине Александровне Кокориной и сразу поблагодарить вы наверное обратили внимание когда мы шли как бережно нас сопровождала пушкинская земля да столько гаишников я в жизни не видел знаете я вчера насчитал по моему семь машин то есть но это именно забота и наверное то отношение которое выражает на сегодняшний день руководство пушкинского района к тому делу которое мы с вами делаем и как я говорю если по мытищам мы шли у меня было чувство что мы идем по языческой какой-то земле то есть нас только фотографировали да и предупреждали стращали не смеете нарушать то здесь с нами все время нас сопровождали и оберегали да Ирина Александровна вам слово дорогие друзья мы рады приветствовать вас у нас собрано один вот измечательного храма принимать вас паломников на нашей пушкинской земле это очень большой почет для всех людей для всего пушкинского округа вы делаете очень большое великое дело многие из вас давно уже участвуют в этом крестном ходе многие присоединяются сегодня некоторые присоединятся наверное позже на дальнем пути но каждый из вас участвует в этом движении в этом паломничестве вносит неоценимый вклад вы сами это знаете неоценимый вклад в развитие нашего поколения будущего вклад в популяризацию наших славных традиций исторических традиций и вообще в духовности в развитии духовности нашего общества нашей страны это очень большое дело и переоценить его невозможно крестный ход от государя к преподобному он уже третий год у нас этот год у нас уже третий этап третий раз и мы видим как увеличивается количество паломников как более популярно становится это движение и в этом году несмотря на то что год у нас был тяжелый пандемия только сняли ограничения несмотря на это паломников очень много мы вам всем очень благодарны за то что вы свое личное время кто-то наверное отработает это время отнимает но вы творите вот это доброе дело которое в дальнейшем оно просто неотразимо будет повлияет на развитие нашей страны наших поколений а мы со своей стороны как администрация Кушкинского округа всегда готовы помочь и на самом деле мы не видно невидимо но мы участвуем тоже в движении мы все свои силы направляем на то чтобы вам было максимально комфортно максимально безопасно спасибо вам каждому за ваше участие и добрый вам путь спасибо по традиции ну многие кто здесь живет знают нашего отца Феофана он много лет назад организовал крестный ход от Софринской бригады Александра Невского 1 июня многие годы по-моему порядка там 17 километров крестным ходом они ходили в Софрина один и их крестный ход в том числе явился тем наверное предтечей нашего крестного хода потому что та радость которую ты переживаешь пройдя крестный ход может ощутить только тот кто его прошел поэтому всех и наших сегодня гостей руководителей призываем в будущем присоединяться и проходить хотя бы несколько километров поэтому слово помощнику командиру соединения статистической ракетной обороны по работе с верующими военнослужащими отцу Феофану дорогие отцы братья сестры дорогие гости есть такая история как один человек молился и плакал Господи сколько же бедствий на нашей родной земле и сколько экономических проблем сколько политических проблем сохранишь ли ты Господи нашу родину Россию и вдруг восходим открыл он сказал за Россию молится царь и царская семья и их молитва настолько велика что какие бы ни были беды я сохраню воскресенье и действительно царь великий угодник Божий он настолько беззаветно любил родину что остались его слова нет такой жертвы который я не принес бы ради спасения родной земли и о многом говорит тот факт что все больше и больше людей почитает царство страстодевцев наши воинские части приходят в военнослужащие срочные службы со всей нашей Россией и почти нет такого солдата хотя многие далеки от церкви но таких нет кто бы не знал о царе и о царственных простотерцах и очень отрадно что вот уже третий год у нас продолжается эта удивительная традиция идет крестный год от государя к преподобному идет через нашу камеру через ваше место и в том числе здесь где находится соединение противоракетной вороны 9-я дивизия которая защищает весь московский регион от нападений ядерно-баллистических ракет и ни одна страна мира не имеет такого соотношения противоракетной вороны как наша дивизия конечно благодаря Сергею Викторовичу и это место осветилося и вся наша подмосковная земля таким важным духовным действием как крестный год который не просто шествие но молитва и этой молитвой освещается вся наша местность мне хотелось еще сказать о том я часто вспоминаю тех людей которых я в детстве знал видел ребенка подростков которые застали период царского правления родившиеся до революции меня удивляло они в школе говорили в школах нам учили что они думают грязь света хвою все а те пожилые люди относились очень и очень благоговейно моя бабушка в 11 году в Белгороде видела на открытии мощей особо городского царя и царской семью и вот народ не обманешь пришло время и клевета эта вся как шелуха рассеялась и оказалась царь великий угодник божий и вся царственная семья сегодня вы пройдете и Муранова Муранова была тесно связана с царственной семьей в частности дочери поэта Федора Чуньчев до их строительства империатовского двора строительства храма Мурановского Иван Федорович Чуньчев сын поэта был делопроизводитель сотрудник Елизаветы Федоровны сегодня вы пройдете и в Артемово где проходит тропа поэтов где были многие великие деятели отечественной культуры и дай Бог чтобы этот крестный ход духовно всех нас укреплял потому что без Бога конечно мы ничего не возродим ну и конечно сил терпения а тем кто организовывает это великое важное дело чтобы Господь воздал столице за доброе дело они подают нам пример как важно быть не безразличными не безучастными к тому что происходит вокруг нас с нашей страной с нашей родиной с молодежью с будущим если каждый не будет безучастным все преодолеет а если каждый будет сам по себе ничего хорошего не будет спасибо и всем и дай Бог чтобы крестный ход понес духовное путь всем нам и по большому счету всей нашей родины спасибо господи ну и вы понимаете мы отсюда выдвигаемся как раз в Мураново где нас отец Теофан и встретит это на самом деле то место где была посещала Елиса Федоровна и сейчас тогда с этой отцой я предлагаю приступить к чину посвящения крестаходцы я скажу буквально несколько слов про данную скульптурную композицию да видите это как две скрижали как раскрытая книга как раскрытые приоткрытые царские врата каждому из нас да придется стоять у этих царских врат уже в жизни иной и многие из нас туда не войдут а многие войдут мы не знаем но здесь когда мы идем крестным ходом мы идем в царство небесное через литургию здесь в этой жизни да на литургию в жизни будущей и как вера которую мы демонстрируем своим крестным ходом потому что нет людей случайных в крестном ходе нет случайных людей некоторые говорят там типа да я вот даже еще особо там в церкви в общем-то нет меня нет там я говорю если вы сегодня идете с нами вы уже в этой церкви так вот проходя через эти царские врата мы произносим молитву господи да прими нас мы люди грешные мы люди слабые но мы любим тебя верим в тебя и по молитвам преподобного отца нашего сергия царственных мучеников Ирина Федоровна Сергея Александровича и всех святых которые идут вместе с нами они идут перед крестным ходом а мы идем за ним а мы идем за ними поэтому сегодня проходя мы таким образом но наверное обращаемся к Богу Господи мы идем к тебе прими нас аминь все хорошо вы первый должны пример показать конечно то есть спасибо Продолжение следует... Сыне Божьей, помилуй нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! Святые ангелы, херувимы, сиротимы и архангелы, молите Бога о нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! Святые ангелы, херувимы, сиротимы и архангелы, молите Бога о нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! Святые ангелы, херувимы, сиротимы и архангелы, молите Бога о нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! Святые ангелы, херувимы, сиротимы и архангелы, молите Бога о нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! Святые ангелы, херувимы, сиротимы и архангелы, молите Бога о нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! Святые ангелы, херувимы, сиротимы и архангелы, молите Бога о нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! Святые ангелы, херувимы, сиротимы и архангелы, молите Бога о нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! Святые ангелы, херувимы, сиротимы и архангелы, молите Бога о нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! Святые ангелы, херувимы, сиротимы и архангелы, Молите Бога о нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! Святые ангелы, херувимы, сиротимы и архангелы, Молите Бога о нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! Святые ангелы, херувимы, сиротимы и архангелы, Молите Бога о нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! Святые ангелы, херувимы, сиротимы и архангелы, Молите Бога о нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! Святые ангелы, херувимы, сиротимы и архангелы, Молите Бога о нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! Святые ангелы, херувимы, сиротимы и архангелы, Молите Бога о нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! Святые ангелы, херувимы, сиротимы и архангелы, Молите Бога о нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! Святые ангелы, херувимы, сиротимы и архангелы, Молите Бога о нас! Пресвятая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Непобедимая победа! На этом я закончу трансляцию хрестоходцев. Сейчас здесь около 150, не буду занимать время. Вот, посмотрите, сколько людей еще стоит на посвящении хрестоходца.